Здравствуйте! Это программа «Разговор по существу» и её ведущая Наталья Мефтохудинова. Сегодня у нас с вами интервью с депутатом областной думы 7-го созыва, а также директором по развитию компании «Макси Интернешнл». Здравствуйте, Пётр Валентинович! Здравствуйте, Наталья! Пётр Валентинович, прошёл почти год со дня вашего избрания в областную думу. Расскажите, чем можно похвастаться за год, что достигнуто и на чем только предстоит работать? Год реально не такой уж большой срок, но и не маленький, поэтому очень трудно выделить какие-то основные большие моменты, но я попытаюсь. Перекликается депутатская деятельность производственная, я как куратор проекта «Снегурка» могу с гордостью сказать, что принято принципиальное решение, заключены договора, и если бы не ряд логистических проблем, то мы бы уже сейчас с вами катались на горных лыжах, и не только на горных лыжах. То есть переведу на простой язык, закуплена система снегогенерации, привезена в город Магадан, буквально, вот мы с вами разговариваем в пятницу, в эти выходные придут в море долгожданные снежные пушки, очень высокопроизводительные, насосы высокого давления, здесь уже находится все необходимое оборудование для километрового подъемника, это очень существенно, и буквально так совпало, что сегодня будут ходовые испытания траволатера, так называемого, это подъемник для деток, транспортер, очень первый на Дальнем Востоке, то есть с его помощью можно отставить деток с буквально детсадовского возраста, общий объем к опложению фирмы составил 150 миллионов рублей, это не рубля бюджетных денег, это 100% частные деньги группы компании «Морскую волку» доходит и хрупком МХС Интернешнл, для того, чтобы наш проект «Сенегорка» получил дальнейшее развитие. В какой мере это депутатская деятельность, в какое производство, судить не мне, но то, что уже 15 лет люди все больше и больше увлекаются в здоровый образ жизни, и то, что мы сейчас делаем, это предтеча и приглашение к танцу, то есть федеральное правительство, потому что наша частная компания вложила уже более полумиллиарда рублей в такой социальный объект, и когда говорят, а, ну понятно, что там деньги зарабатывают, я честно скажу, они зарабатываются с огромным знаком минус, и даже после введения вот этих всех мощностей, после увеличения сезона, я надеюсь, с октября до июня-июля, вообще-то наша мечта перейти на круглогодичное катание. Даже после этого вряд ли мы выйдем в какие-то большие плюсы. Проект может быть интересным только после вовлечения туда федеральных денег и строительства большого гондольно-кресленного подъемника, то есть гондолы – это кабинки, не подумайте, это не Венеция, это не будем мы на лодках плавать по сутке, но так называются специальные кабины, то есть чтобы все жители и города, и наши гости могли подниматься на вершину, которая стоит за Снегуркой, и для этого у нас есть все абсолютно предпосылки. Проект очень важный для региона, потому что я считаю, что мы имеем конкурентное преимущество перед всеми абсолютно городами и территориями Российской Федерации. На Камчатке сезон открывается в январе месяце, в Сочи в декабре, 17 декабря сейчас анонсировано, пресловутые Шерегеши и прочие банны и Абзакова, это название горнолыжных курортов, начинают работу с конца ноября, начало декабря. Но у нас же, вот сейчас все наши зрители смотрят в окно, теплень, светлень, в октябре средняя температура за последние 10 лет составила минус 0,5 градуса. В общем-то это Швейцария, это Альпы. И если мы сумеем насыпать снег, а мы сумеем это сделать, для этого уже все предпосылки есть, то начиная со следующего года мы видим свою главную задачу в привлечении сюда туристов из других регионов. Слава коронавирусу, слава пандемии, границы закрылись, и, как говорил Астабендер, никакого Рио-де-Жанейро нету, и Атлантический океан накатывает в районе Шапитовки. К сожалению, если серьезно говорить, нельзя сейчас уже прогнозировать сборы ни одной команды по зимним видам спорта, ни по лыжам, ни по горным лыжам, ни по сноуборду. Запланировать сейчас, что вас ждут где-то в Австрии, Швейцарии, Италии, к сожалению, нельзя. А может быть, не к сожалению. То есть, если в Магадане мы создадим нормальные условия для тех зимних видов спорта, у них шесть получается, это и трамплин, и двоебори, и упомянутые мною, и можно развивать биатлон, то можно говорить о создании федерального центра подготовки по зимним видам спорта для всех абсолютно уровней сборных. Это и юношеские, и молодежные, и олимпийские, и национальные, и сборные республик кровь областей, Петербурга, Москвы, Московской области, Татарстана и так далее, и так далее. Я к чему-то подробно перечисляю, что мне бы хотелось, чтобы магаданцы прониклись этой идеей. То, что мы сейчас делаем, это в основном, конечно, но не только для магаданцев. И огромный эффект косвенный мы видим в том, а может быть, и не косвенный, мы видим в том, чем наши бабушки хуже сочинских. В хорошем, в экономическом смысле слова. Только сочинские бабушки задают свои курятники 2-3 месяца в году, а мы хотим, чтобы сюда приезжали люди и пользовались нашей инфраструктурой как в плане проживания, так и в плане питания, транспорта, связи и так далее, и так далее, чтобы сюда люди приезжали круглый год. И для этого, я уже озвучил цифры, на Камчатке 280 тысяч туристов в год, на Сахалине 260 тысяч, в магадане официально 2. Мы не в 100 раз хуже, не в 300 раз хуже мы Камчатке, ей-богу. Ну, у нас нет вулканов, но, я говорю, наше конкурентное преимущество – это раннее начало отрицательных температур. Нужна была просто воля и, так сказать, инженерная подготовка, инфраструктура. Мы ее сейчас сделаем. Это я без всякого пафоса говорю. То, что мы сейчас делаем, это исторические события. Мы создаем новую отрасль экономики Магаданской области, потому что мы не можем в 10 раз увеличить количество охотников, не можем в 20 раз увеличить количество рыбаков, я имею в виду туристов. А вот количество приезжающих мы можем и должны поднять собратно нашим коллегам, у которых сезон длится 2-3 месяца, а мы его сделаем, ну, реальный минимум месяцев 8-9-10, а может быть и 12. А если вы заговорили за туристов, около 2 тысяч приезжают, да? Ну, а для чего вы можете проанализировать, они сюда едут, опять же, вернемся на охоту, на рыбалку, на природу посмотреть, спортом позаниматься. Чем привлекает наш регион этих людей? Магаданцы понимают, что люди сюда едут только к рыбе, то есть это июнь, июль, август, чуть-чуть сентябрь. Зимой практически крайне редко, хотя сейчас начинаются вот экстремальные все эти мотоциклисты, сумасшедшие в хорошем смысле, там, автопробеги, и редкая, но уже такая появившаяся тенденция у людей, которые хотят, вот, а я хочу испытать минус 30, как вот тут Шопанское открывается на ветру в минус 35, вот как это вот выглядит, вот, но таких мало, но, тем не менее, у нас это тоже как конкурентное преимущество, поэтому это тоже надо использовать. Но в мире есть основной вид туризма, это пляжный, второй по значимости это горнолыжный, третий познавательный, четвертый кулинарный, там, исторический, этнографический, бла-бла-бла и так далее. Ну, то есть, пляжный у нас, конечно, имеет все перспективы, но, наверное, не скоро. А горнолыжный, на фоне, говорю, имеющейся мировой тенденции, и вот с учетом закрытых границ, и абсолютно уникального положения Магадана по отношению к горнолыжным склонам. Не до одного областного центра, краевого, в России, так вот, чтобы в течение 10 минут из центра города по хорошей дороге добраться до горнолыжки, такого нигде нет. Обычно надо от аэропорта пилить, извиняюсь за жаргон, 150, 200, 300 километров, и приезжает на горке высотой максимум 250 метров. У нас, чтобы так у зрителей отложилось, 500 метров перепада, Останкинская башня по высоте. И мы должны из этой высоты сделать конфетку, скажем так. Меня радует, что вы сказали, что если раньше туристы ездили к нам только посмотреть на Севлаг, да, то есть все, что осталось и так далее, там зоны, не зоны, то сейчас более интересует такая, сказать, лиричная, такими, более романтичная. Тут я бы с вами поспорил, понимаете, люди, может быть, специально посмотреть исторический туризм, ну вот специально, это вряд ли кто поедет, и специально никто не приедет поплавать в нашем замечательном президентском комплексе, в бассейне, да, вот специально. И специально поиграть в футбол там накрытым, да, и даже вот на рыбалку, конечно, это мощный уже побудительный такой, это экологический туризм, но если основная приманка в виде горнолыжного, у нас великолепные будут условия для постановки, для первых шагов на горных лыжах. То есть или вы уезжаете в Сочи по диким деньгам и тратьте время на то, чтобы поставить своего ребенка на лыжи, или вы приезжаете в Магадан, для себя откроете новую точку на карте, а тут оказывается море, а тут оказываются торосы красивые, которых нигде нету, а тут оказывается, областной центр, где есть и театры, и музеи, и золотые комнаты, а тут оказывается, Сан Саныч Басанский, дай бог ему здоровья, делает великолепного уровня термальный источник санаторий, а тут остров Завьялова. Сахалинцы жутко оградят своим манероном островом, который в три раза меньше, на котором никто не бегает из живности. Вот памятник тут торчит, горка в три раза меньше, чем у нас остров Завьялова, и в четыре раза короче, там цветочки оригинальные. У нас тут, извините, Завьялова много лучше, вопрос транспортной доступности. И мы эту тему тоже прорабатываем, мы уже приобрели, и в качестве такой инженерной обкатки проходит у нас аэробот, это штуковина, выражаешь так, которая скорость до 80 км в час. И в общем-то, в общем-то, Магаданцы-то практически не знают полуостров Старицкого. И если она вот такой комфортабельной посудине, однодневной экскурсии вокруг Старицкого сделает, мы с Черикова, Светлая, Бухта Орлиная, и с заходом на Старую Веселую, я думаю, тут только наш местный рынок уже будет вполне себе востребован. А эта техника, она идет и по воде, и по льду, и по гальке, и по снегу, то есть она все погодная и вся круглогодичная. Если будет тут соответствующий подтверждаемый платежеспособный спрос, то вполне можно и должно организовать вот этот вид, полчаса, максимум час хода до Завьялого, максимум час хода до полуострова Коня, вся та узкая губа в нашем распоряжении. Вы задали вопрос, зачем люди едут? Я вам как девушке задам вопрос, а зачем девушки едут куда-нибудь? Ну, смотря какая девушка, я еду куда-нибудь отдохнуть. Это... Поменять картинку. И делать что? Вот, профессионал. Мне нужно поменять картинку. И сделать селфи. Красивое, красивое селфи. Это правильно, это хорошо, это здорово. Новый вид много картинок. Себя зафиксировать, да. И если вы на фоне пирамиды, на фоне эфелевой башни или на фоне Кремля, этих уже десятки миллионов у всех и вся, то в Магадане можно сделать абсолютно уникальные селфи. То есть себя запечатлеть на абсолютно уникальных местах. Места, да. Да, и поэтому я, может быть, не скромно продвигаю два таких бренда. Магадан – столица первых лыж, первого снега. И Магадан – столица Торосов. Торосов нету больше нигде. Ни на Камчатке, ни в Владивостоке, ни на Черном море, ни на Балтике, ни в Мурманске. Вот то, что для нас взгляд замыленный, вот эти красивейшие ледяные глыбы, которые образуются прерывно от левеного течениями, и у нас в бухте совершенно в Выде, и в Нагаево, и в Гертнера, и на побережье, там, в сторону Армони. Это наш рекреационный такой ресурс, это наше конкурентное преимущество. Льды постоянно меняются, и всегда вот оригинально. Нельзя поймать, что вот оно было, и если будет, это все уникально. И люди, приезжающие, начиная с декабря по июнь, имеют шанс запечатлеться вот на таком оригинальном фоне. Плюс наша, говорю, морская прогулка, плюс культурная. Не надо себя недооценивать. У нас отличные музеи, у нас приличный город. Та же Камчатка, это несколько поселков, набросанных вдоль Авачинской губы. А Магадан, это цельный, нормальный, архитектурный, выполненный такой, вполне себе уютный городок, который стоит посетить и ради которого стоит приехать. И если уж говорить про транспортную доступность, то, ну, судьба мне была щедрая, я неоднократно был в Альпах, но летишь туда до Мюнхена, те же самые 3,5-4 часа, потом таможня утомительная, и потом 4 часа летишь, и едешь непосредственно до Альпы. То есть сумма те же самые 8-9 часов. Сейчас наши лайнеры мчат нас за 6,5-7 часов, и без всяких пробок за 40 минут, и вот ты на месте. То есть говорить про временную составляющую мы явно не проигрываем. По денежной, ну, сейчас устаканили, что называется, цены, и билеты стоят 23 тысячи рублей, практически большую часть года. Соответственно, давайте переведем в евро. Ну, 300 евро, абсолютно цена европейская. То есть что до Мюнхена, что до Инсбрука, что до других европейских городов, абсолютно вот такая же цена и будет. Поэтому мы не проигрываем в этом направлении, я имею в виду и по временному, и по стоимосному показателю. И в то же время имеем шанс для, скажем так, конкурентов и преимуществ. Мы все-таки в России, и наши тесты тут признаются, в отличие от Европы. Петр Валентинович, Вы сказали, что у нас для туризма все есть, все как-то не разбросано, все скомпоновано, то есть на любителей, да, от вкусов зависит. Вопрос, от чего у нас нет, раз так мало туристов? Чего не хватает, чтобы вот к нам пошел резкий наплыв? Не хватает всего, с точки зрения... Вроде все есть, но ничего и нет. Вот давайте представим, завтра у нас с Вами в Пятерах появилось больше туристов. Вот не две тысячи, а целых десять. Это мы будем тогда одна двадцатая от Камчатки, условно говоря. У нас нет ни кадров, ни гостиниц, ни транспорта, ни мест общественного питания. То есть инфраструктура у нас нет от слова практически совсем. Но тут причинно-следственная связь, что где должна быть телега, где должна быть телега, и где должна быть лошадь. То есть будет платежеспособный спрос, частники будут вкладываться в гостиничный бизнес, в инфраструктуру. И как только вот это вот такое причинно-следственное связь, закрутится, зацепится маховик, это дальше и пойдет. Если будет решение принято о создании вот этой гондольно-крысленной дороги, если мы заключаем договора на привлечение сюда сборных, это не десятки, это тысячи спортсменов, потому что по перечисленным видом спорта, только профессиональных спортсменов тысячи круглый год будут у нас заниматься. Соответственно, тернила не высохнут на этом решении, как частники будут вкладываться во всю инфраструктуру. И тогда все будет плавно, поступательно расти, и будет и в наш университет заниматься подготовкой кадров гидов, в том числе владеющих иностранными языками, гиды по постановке на горные лыжи, на сноуборд. Возникнет дополнительная потребность в гидах, сопровождающих на летние программы, фишинговые программы, что и делают на Аляске, в Канаде и в других привлекательных местах с сходными с нами природными условиями. И, соответственно, общественное питание подтянется. Это такой мультипликативный эффект, извиняюсь за умное слово. Ну, то есть, реально, один турист, да, как снежных комнат будет накатываться. И еще раз говорю, все наши проекты, это не для кучки балбесов, которые мне что-то делать, которые хотят просто что-то там повыделываться, а девушки встать на склоне, там попу от топырь, и вот красиво засняться в комбинезоне новом горнолыжном. Нет, это принесет, я уверен, пользу всему региону. Загрузка транспорта, загрузка общепита, загрузка гостиниц, загрузка всего. То есть, соответственно, жить будем лучше, жить будем веселей. А с чего все-таки в этом направлении сейчас нужно стартануть? На что больше сделать акцент, упор? То есть, на гостинице, на дороге, на заправке, потому что у нас нет заправок, на трассе. На что, на что? С чего начать прям так же? Мы начали. Главное, чтобы появилась та вот морковка впереди ослика. Вот эта морковка, это все-таки длинный горнолыжный сезон. И для него нужно было создать инфраструктурные условия. Мы сделали неплохой комплекс снегурка, но он такой регионально-муниципального значения. Вот с вводом этих мощностей, про которые я вам только что рассказал, реально появляется. Вот сейчас у меня есть моральное право прийти в центр Кант в городе Москве. Это крупнейшая горнолыжка в центре города. Первые они делали снежные пушки, у них сейчас более 100 инструкторов. Встречался предварительно Григорий Алиазарович, такой замечательный человек. Он говорит, если у вас будет в октябре возможность ставить детей на лыжи, я говорю, 30-40 инструкторов вам пришлю. С каждым по 10, 15, 20 спортсменов. То есть предварительно договоренности он говорит, вы дайте нам снег, дайте подъемники. И мы приедем. И тогда в октябре мы уже будем думать, мы разместим этих детей. Мы найдем тогда средства для переоборудования, для строительства. То есть спрос рождает предложение. Если будет у нас твердое, уверенное, что показать, у нас есть, чем в основную заниматься. Дополнительно, правильно, исторический, познавательный, кулинарный туризм. У нас есть все предпосылки для того, чтобы засверкать не хуже Камчатки, честно. Снегурка у нас, получается, 15 лет, правильно я исполнилась, вы сказали. И это единственное место у нас такое прям полноценное в Магадане. То есть уже нет мест таких, где кататься. Ну, то есть такие, как сказать, дикие места есть, а оборудованных нет. Аналога нет. Аналога нет. Есть русская горнолыжная школа, дай бог вам здоровья, но это для спортсменов. Это все-таки спортивная уклонная, спортивная инфраструктура, сама идеологическая, подоснованная, немножко другая. А вот места семейного отдыха, как мы видим, такого в самом деле нет. Я еще не рассказал про некоторые наши планы. Сейчас летят еноты. Можно будет пощекать еночка. Хотя можно руку ту нанесать. А я сейчас долго перевариваю. Сейчас летят еноты. Это как раз. Сейчас летят еноты. Но мы создали контактный зоопарк. Мы под прошлым годом сделали это на уголок. Поставили и рангу. У нас грамотные наши сотрудники привлекли и привлекают представителей коренных, малочисленных народов. Севера выкладываются сувениры, выкладывается одежда. На выходные мы завозим туда оленей. Я вот сам родился в Магадане, я в детстве ни разу не видел оленей. Я его первый раз увидел в зрелом возрасте. Это неправильно. Мы живем на этой земле и должны этих местных, так сказать, представителей флор и фауны видеть как можно раньше. Сейчас решается вопрос, заводишь сюда пятнистых оленей. Бэмби все хотят. Вот, бэмби все. Вот вопрос. Искусство. Буквально подавчера на меня вышел руководитель Наслега. Это в Якутии называется так поселки. Готово нам предоставить местных якутских оленей, тофаларов. То есть мы уже огородили и создали домик для оленей, потому что необходимым условием для ввода животных является наличие оборудованных мест для их проживания, питания. Уже мы пригласили, у нас сотрудничают, работают, приняты в штат профессиональные ветеринары. То есть мы за что беремся, мы делаем качественно и на должном уровне. Поэтому у нас в рамках и этого как бы горнолыжного проекта и этнографический, и познавательно, скажем так, природа, природопознавательный такой аспект тоже у нас есть. И есть городок, который просто неплохой, скажем так, веревочный городок для самых маленьких, если кто был. Я надеюсь, что скоро будет много народа, которые посетили Снегурку. Помимо этого мы построили пневмокаркасное сооружение не без проблем, но тем не менее мы его сделали и будем там размещать и выставки. И то есть он будет такого флексибл, гибкого назначения, то есть можно и спортивно, это размером теннисный корт с травмобезопасным покрытием. То есть можно и в теннис постучать, и в волейбол, баскетбол, бадминтон. И использовать для каких-то мероприятий, для проведения встреч общественных организаций, там чирлидинга, там гимнастики, каких-то выставок художественных, там госторезных, детского творчества и так далее, и так далее. То есть появилась еще одна точка притяжения для социализации данного пространства, что в природе вписан вот такой вот островок культурного назначения. А если не секрет, появился ли интерес у иностранцев к этому проекту, к объекту? К объекту с точки зрения инвестиций? Да, чтобы вложить, да. Нет, мы еще и себя не предлагали, скажем так. Но они же все равно в курсе, что что-то там происходит. Ну не надо думать, что все агенты ЦРУ думают, когда же там русские рванут в плане туризма. Нет, я уверен, что как только, еще раз говорю, когда будет круглогодичная и высокопроизводительная дорога, если кто был на Сахалине, горный воздух, там вот гондольно-крышневая дорога. Первая в мире, кстати, появилась. Фирма Дупельмайер построила первую в Южно-Сахалинске. И вот такого же типа, когда на одном канате и кресла, и кабины, вот такого конструктивного плана, если будет дорога, то мы можем привлечь и иностранных инвесторов. В принципе, ну, хотелось бы, чтобы Россия сама, я имею в виду федеральное правительство, вот федералы вложились, а уже на раскрутку, на строительство отличных отелей, мы готовы сотрудничать со всеми цепочками, отличных ресторанов, значит, по привлечению гидов, которые были, были бы способны показать наши красоты иностранным, так сказать, трудящимся, я имею в виду и китайскоговорящих, и английскоговорящих, вот. Но с другой стороны, знаете, так вот, я смотрю за вашей спиной картой, смотрю на Байкал, за год там побывало 2 миллиона туристов. Оно нам надо. Испортность природы. Тут, вот, совершенно верно, нам бы соблюсти вот этот какой-то разумный баланс. Вы понимаете, 2 тысячи, конечно, очень мало, 2 миллиона, по-моему, это явно много, поэтому где-то вот, в золотой середине, вот, Камчатска-Сахалинска, где-то, тысяч 200. Вы там чуть-чуть все синеглосы. Да, да, ну, конечно, шучу, но, тем не менее, вот, нащупать еще предстоит, но это задача завтрашнего дня, я думаю, с этим мы как-нибудь справимся. Петр Валентинович, все-таки вы депутат областной думы, вот, такой детский вопрос, наверное, банальный, зачем вам это нужно было, когда у вас действительно такие крутые проекты, зачем бы пошли в политику? Не раз говорили, есть такое мнение, что политика – это грязное дело. Зачем вам пачкаться? Хороший вопрос. Ну, у меня совесть чистая в том плане, что ни одного квадратного сантиметра жилплощади за пределом Маганадской области у меня нет. Я в каком-то смысле необычно. Я родился на территории этого округа. Я жил на территории округа и живу. Округ первый. Округ первый областной, да. Я в школу ходил на территорию, в техникум ходил на территорию округа. То есть, я тут уж не, как говорится, никаких планок себя не мыслил в пределах другой территории. В нашей области… Первый округ, извините, что перебью, расскажите. Часть центра, значит, вот Моргородка, Автотек, простая речь, извиняюсь, Шанхай. Вот центр города с выходом на набережную Магадан-Киев-15. То есть, ну, треть города Магадана – это вот областной, да, в который включают три городских. Поэтому очень большое, естественно, ни за какой срок, ни за год, ни за два не улучшить. Кардинально все проблемы не решить. Но то, что есть возможность повлиять к какому-то позитивному ключу, где-то достаточно, знаете, вот частной инициативой, я уж не побоюсь такого сравнения, но где-то, если видишь, то торчат гвозди. Просто вот сам… Подойди забей. Подойди забей, да. Дай немного денег на то, чтобы дети там или там кто-то интересован начали заниматься, как получилась ситуация со скейт-парком. Вот центр города, мало кто там ходит. Я прошел, увидел, и когда, говорю, дети прыгают, вот такие шурупы, все разбито. Ну, помог, нашел, изыскал, скажем так, небюджетные средства. А потом, когда дети начали заниматься, у всех это заинтересовало. Ух ты ж, они как-то сами что-то делают. Ну, их руководитель надо дать должное. Это Ван Зюба такой очень молодец парень, энергичный и предрасположенный к чему-то позитивному, доброму. И после этого вот через депутатство, через вот эти политические как бы дела, слово как бы паразит, заинтересовался губернатор и нашел возможность. Просто он узнал об этой правлении, что в центре города, и это кажется, вот так вот можно сделать. Выделили средства, и это уже полгода, как дети катаются в очень приличных, и говорят, что один из лучших на Дальнем Востоке у нас скейт-парк. А это отвлечение детей от гаджетов, это здоровье, это и тут же перекликаются скейтеры, они обычно потом переходят на гуру, становятся сноубордистами и лыжниками. То есть, вот тут одно с другой цепляется. А если по депутатству брать, конечно, мало кто представляет. И я, честно говоря, мало представлял, чем городской депутат, областной депутат, госсовет. В областном очень непростое позиционирование, потому что, естественно, все лампочки в подвесах не перекрутишь. И даже за проблемы ЖКХ вроде есть городская власть, есть городские депутаты, потом получается в какой-то мере дублирование. Но в то же время есть работа личная, кому-то сделать депутатский запрос, кому-то просто оформить юридически правильный запрос. И люди зачастую просто не знают о своих возможностях. Это касается и здоровья, и жилищно-коммунальной сферы, и многих других вопросов транспортных. Сейчас взял на контроль вопрос с пресловутым лифтом в травмпункте. Ну какой... Он не работал, получается. Он работал, когда температура плюс 5 градусов. Вот какой очень умный человек в Магадане заказал это. Я верю, что там не было никакой коррупционной составляющей в 2011 году. Это, как говорил Бисмарк, это хуже преступление, это глупость. Но в Магадане заказывают технику, которая работает при плюс 5. У нас три месяца таких. Июнь, июля, и все. Остальное время по инструкции ему он не должен работать. Потому что это уже нарушение правил техники безопасности. И вот сейчас через прокурора, через финансирование, через... Я все-таки добью этот вопрос, чтобы была нормальная конструкция, которая работает в наших климатических условиях. Фамилию неразумного заказчика можно назвать? Вы, получается, сейчас занимаетесь этой темой или уже завершили? Добиваем, да. Запрос прокуратуры, депутатский запрос, ответ от футболи еще раз. И все равно я добьюсь тем, чтобы были включены соответствующие планы финансирования, с тем, чтобы через год был... Или этот приведен в соответствие. То есть можно усилить узлы агрегата и, грубо говоря, другую смазку сделать, конструктивно изменить. Или вы вообще новое закупите, чтобы инвалиды смогли в траффункт подниматься по вот этому маленькому, но очень нужному приспособлению. Что касается благоустройства. Зачастую люди обижаются. А почему вот в одном дворе сделали, а тут вот не сделали? Даже в одном дворе вот половину сделали, ох, бросили. Опять же, имеющие, как говорится, двойку с плюсом по математике, да, оценят мои цифры. Два года назад в Магадане было на благоустройство 40 миллионов рублей. Потом стало сразу за год 100, сейчас 300. Но из ничего ничего не бывает. Мы знаем, как разводилась вся строительная отрасль. Мы знаем, как опустили склады, как строительная техника вся пришла в хлам, извиняюсь. И поэтому деньгами мы не вымостим дворы. Не хватает просто элементарно ни рабочих, ни... То есть деньги выделяются, но, опять же, их надо... Некому делать. Некому делать, ни на что делать, ни на чем делать. Мы понимаем, какой сейчас коллапс. Вот три месяца грузы стоят в Владивостоке, по три, по четыре. То есть это надо битум завести, это надо другие инертные материалы, какие-то специальные оборудования и так далее, и так далее, и так далее. Людей надо найти со всей страны, привезти их, разместить. Вот так называемые гастарбайтеры, там, разных национальностей. И русские, и наши среднеазиатские представители бывших союзных республик. Их еще найди, их еще привези, их еще с ПЦРом проведи через все необходимые сертификационные дела. И, значит, обучи соблюдение правил ТБ и так далее, и так далее. Поэтому делается все максимально, я просто близко знаком с этой темой, делается все максимально, как сказать, ну, эффективно, не побольше всего слова. И то, что пол-два раз делается сейчас, пол-два раз делается потом. Технология есть. Сначала надо сделать вырыть яму, потом обновить бордюры, только после этого засыпать гравием, и только после этого на следующий год уже асфальт. А нет, все сделайте, вы не асфальт ляпните, а потом все расползется, вот так раскрожится. Ну, это, говорю, люди хотят изменений, и я первый, кто хочет этих позитивных изменений, потому что Родина в лице Федерального центра Магадана не додавала последних 30 лет, я считаю, очень-очень много. И, если говорить, вот, может, предосвещаю ваш вопрос, главный показатель деятельности депутата. Самый мультипликативный такой эффект – это население. Вот, коротенький анекдот, не анекдот, а случай из жизни у нас переводчица, значит, молоденькая пришла на корабль и спрашивает у корейского трудящегося, который травму получил на борту, не знаю, как фармату построить, вас осматривал доктор или не смотрел, вот, доктор вас осматривал, кореец, моряк, босс Манюа отодвинул, доктор ес, ноу, ноу, все. Так вот, главный показатель – народ прибывает у нас или уезжает. Да, да, в деталях. Это, вот, образование, здравоохранение, билеты, зарплата, надбавки, питание. Вот, в комплексе народ продолжает уже жить? Продолжает. И это наш с вами главный, вот, негативный, пока что, так сказать, итог деятельности. У нас город стареет на глазах. Делается ли что-то для исправления ситуации? Слава Богу, делается за последние три года. Мы все видим, что сколько вкладывается в дороги, сколько в инфраструктурные объекты. А люди уезжают, а еще больше. Потому что инерция этого, она очень сильна. И то, что люди заложили себе. Надо уезжать. У нас уникальный регион в том плане, что практически, ну, у всех в жилье на материке. Я хочу вот в Бобруйске, в Белгороде, в Москве, в Петербурге, в Краснодаре, Анапе, вот что-то построить. И люди себя… И это нормальный был процесс, пока был приток населения хороший, новый. А сейчас, когда что-то под Москвой, что-то в Магадане, что там-то 80, что здесь 85. А смысл, да, чего ради. И поэтому вот это сейчас только приходит осознание, что если раньше был коэффициент 2,5, то, соответственно, в Москве получал человек 100 рублей. А в Магадане он за ту же работу получал 250. И уже надо было сдерживать, чтобы народ много погранзоны, типа отборы, медицинская справка. А сейчас АО, что мы сейчас делаем? Кто-нибудь приедет и еще кто-нибудь не едет. Поэтому я вернусь к теме, что главный показатель – это чтобы люди хотели здесь жить, хотели здесь растить своих детей. Чтобы детям было где получать хорошее образование. Чтобы вопросы здравоохранения были на должном уровне. Деньги это быстро не сделаешь. Построить роддом – это куча миллиардов рублей, это проект, это аукцион, это экспертиза, это поиск подрядчика, это договора, это завести, это построить. Это минимум 4-5 лет. Поэтому вот это должно уже заработать. Люди знали, что здесь у нас хорошая медицина. Здесь у нас университет встал на ноги. Сейчас, конечно, с образованием отдельная тема, с этими дистантами. Где-то лежишь на диване в Москве или в Магадане – это вообще абсолютно, мне кажется, без разницы. Но оставим. То есть люди сами определяют, где им жить хорошо. Если мы используем наши преимущества, если мы будем жить в туристическом центре Магадан, где хорошая зарплата, хорошее питание, свежее, и преимущество морских прогулок, и отдыха, рекреационные наши возможности, нормальные. Тогда будет, естественно, подольше все задерживаться, и новых специалистов можно будет с интересом завозить. Новые люди тоже приезжают. И магаданцы зачастую возвращаются. И у вас у меня есть, например, люди приезжают, получают там дети образования, потом говорят, папа, а ты что остался в Магадане-то? Да я тут, тут. И я тоже так хочу. Все, хата в Питере стоит, а я вернусь сюда, и буду здесь работать, потому что здесь природа, здесь нету скученности. И вот эти все пандемии, они как ни крути, это болезнь больших городов. Москва, Питер и под Москвой. Вы депутат по первому округу. Естественно, по-моему, обращаются жители этого округа. А основные проблемы с чем к вам идут? С лампочкой в подъезде, либо действительно сделайте мне площадку, либо какие-то жилищные другие моменты. Что они хотят? Люди становятся более грамотными. Индивидуальные вопросы, частные по помощи в здравоохранении, то есть организовать выезд на какие-то специальные, орфанные такие медицинские дела. То есть встать в очередь или получить финансирование по линии нашего Минздрава на организацию каких-то операций в центральной части страны. Есть и кому лампочку надо сделать. И тогда уже приходится просто просить наших коллег с электроцеха, с электроцеха, да, потому что бабушке 70 с лишним лет, и не объясните, чем разница между Путиным или Голубовским. Ну, проще уже, покупаем свою лампочку, вставляем и делаем, да. Жители, например, Моргородка показывали места, где с 2014 года после ливней просто снесло часть ополтневых таких вот дел, и просто не было соответствующих поручней. И реально бабушки взрослые ходили по скользким лестницам, и не было, ну, травмоопасно просто. Поэтому просто привлекалось депутатский мой или административный ресурс, привлекались силами нашего МИХ-цеха, просто сделали там 50 метров поручни. Я, по крайней мере, знаю, что отныне и навеки надежные поручни будут оберегать людей от падения. Конечно, я не заменю всю программу благоустройства, но, опять же, при определении программы финансирования благоустройства я уже могу с полным на то основание, опираясь и сотрудничая с депутатами городских округов, могу более давать компетентные консультации по тому, куда направить средства. Больше оно, наверное, и не надо. Я не буду подсказывать, как правильно ложить асфальт, как нужно правильно кровли делать, хотя я строитель по образованию, и много кровель отремонтировал здесь, иначе в Котке. Но сейчас не про это речь. То есть каждый должен заниматься своим делом, но, говорю, вот осведомленность о реальном положении дела на местах, она помогает в хорошем смысле слова проталкивать проекты, которые касаются жизни людей. Проблема депутатов в том, что я иногда общалась с ними, да, они говорят, люди, да, бывает, что обращаются действительно с проблемами, даже вкрутить лампочку, это реально проблема у человека. И они берут другие. А есть просто граждане, когда выбрали депутата, предположим, основной такой поток, приходят, дайте денег. И такое. Есть такое. Есть такое. Есть такое. Вот ты депутат, дай мне денег, потому что мне так надо. И ты обязан, я же за тебя голосовала. Не хочу обижать никого, но, во-первых, депутатская работа на неосвобожденной основе, то есть я за эту деятельность не получаю никаких... Вы не являетесь спонсором? Нет, нет, нет. Вы психологом, не спонсором? Психологом, получается, являюсь по определению, хотя это очень дорого стоит в Америке, но шучу, конечно. Подсказать, как это решить на легальном способе, я могу, но непосредственную финансовую помощь, конечно, оказывать 11 тысячам жителей округа я не могу. А есть такие проблемы, с которыми к вам обращаются граждане, вы понимаете, вот вы слушаете, вы понимаете, но не решите вы эту проблему, она нерешаема, ну вот бесполезна, бесполезна. Бывает такое пытание, такая... А что это за проблемы такие вот, чего они касаются? Ну вот, ну все, как бы. Да разные жительские ситуации, там улучшение жилищных условий, если у человека нет права на... Ну по закону не положено вот расширение. Вот ей хочется вот расшириться, но квадратура у нее достаточно... Ну по закону он позволяет, да. Поэтому человека ни в очередь не поставишь, ни как-то... Или человек стоит в очереди, но вот не продвигается эта очередь. Как я могу повлиять? Вводить надо больше жилья, да, я могу рассказать, что в Нагаево сейчас, на Гороховом поле, да, что это будет разрешено через 2-3 года. Но человеку сейчас надо, мне вот надо вот тут осталось... Я продала квартиру, я собираюсь выехать на материку, а мне сейчас негде жить. Ну вы же продали квартиру, ну я же там купила, но мне еще надо доработать до пенсии, вот можно это разрешить. Я же не знал, что пенсию... Я по человеческим отличиям понимаю, никто не ожидал от государства такого приятного сюрпризика, да, поворота. Поэтому, ну где-то пытаешься, в самом деле, устроить общежитие или... Вы ведете приемы, где они осуществляются? Куда вам нужно обратиться? Здесь на Портовый-1 прием ведет, как правило, мой помощник, не хочу хвастаться, но помощник великолепный с юридическим образованием, более того, бывший помощник прокурора города Магадан, то есть, как ни крути, все крутится вокруг юридического правильного оформления, по закону... Да, да, надзирание за законами, да, око государева, как говорил Петр Первый, учредивший, кстати, данный институт государства российского... То есть, они могут с улицы прийти, зайти, или запись нужно прийти? Да, да, есть и телефон, и, ну, так как мы в центре города, помощник у меня на то есть, чтобы он более непосредственно имел возможность для работы с... Слово такое, электорат, ну, конечно, с людьми, короче, которые нуждаются в помощи. Не хочу как-то говорить, что я очень занят, но реально, помимо Снегурки, у нас еще мы не упомянули проект Марина, который, я считаю, будет прорывным в деле организации и отдыха магаданцев, привлечения туристов сюда. Проект Марин, который двигает губернатора, который находится на территории, которую Максим Интернешнл приобрело в направлении порта Магадан, и чтобы все владельцы маломерных судов могли в цивилизованных, хороших условиях, на плавочих пандондах отправиться в путешествие, вернуться. А у нас тут на берегу уже функция такого морского вокзала, то есть лобби, ланч, там, сувениры, питание, подождать автобусы, то есть чтобы цивилизованно все было, и чтобы эта зона начиналась от нас, и заканчивалась рыбным портом, набережная. То есть вот мы видим, что сейчас парк Маяк, сквер морской, дальше вот будет до нас идти это еще, и пляж, когда будет Нагаевский реконструирован, Магадан может получить вообще статус города самой красивой набережной в России. Вот зайдите в интернет, посмотрите, какие сейчас конкурсы делаются, и Магадан абсолютно великолепно может вписаться за счет великолепного рельефа. И вот если мы все это сделаем, а мы, например, парк Маяк, сквер морской, видим, что это можно сделать красиво, расширить, улучшить, и мы должны получить еще дополнительную такую изюминку. Это тоже я просто как куратор данного проекта выступаю сейчас, и мы строим завод по производству чищенного рыбьего жира. Приезжала только что корейская делегация, и мы заложили уже завод. Это крупный инвестиционный проект. Под него буквально, вот мы с вами говорим, 29 октября, а 4 ноября состоится первый резко металла на турецких верфях по строительству супертраулера длиной 96 метров. Не буду называть цифру строительства судна, чтобы не шокировать наших. А это собственное средство? Собственное, никакого не рубля бюджетного на собственное средство. Вот для того, чтобы делать очищенный рыбий жир, который является очень ценным пищевым продуктом, строим корабль с стоимостью несколько миллиардов рублей, с тем, чтобы добывать скумбрию, сардину, сельдь в Охотском и Береговом морях, и переработать здесь в Магадане, создавать здесь рабочие места, налогооблагаемую базу. Но впервые делается промышленный объект, который будет в архитектурном плане абсолютно связан с общей зоной. То есть мы в одном стиле выполняем и рестораны, и эллинги, и общественные объекты, и завод будет точно так же, из тех же материалов, такой же пластичный фасад, такие же панели. То есть со стороны, образуя морской фасад города, все будет выглядеть в одном красивом стиле. Не то, что вот что-то красивое, а потом какая-то серая, да, серая какая-то уродина, какие-то там непонятные наклонные конструкции, урбанизм. Все будет в этом стиле. И территория напротив не пыльная, грохочущая, черти что, а озелененная социальная зона с такими же детскими площадками, со скамеечками, с какими-то активити, как сейчас принято говорить. То есть вот она будет перекликаться с зоной марина. То есть будет дополнительный пирс, волноломость, чтобы защищать от волн маломерного суда. И это первый пример, когда изначально, говорю, при строительстве промышленного объекта делаются все условия для социальной адаптации данной территории для нужд города и туристов. А в областной думе проходят комиссии, вы какие-то возглавляете, предположим, и так далее. Основной проект можно выделить, над которым вы сейчас работаете, он является именно для вас самым важным? Нет, таких проектов, конечно, в областной думе нету. Я являюсь членом комиссии по бюджету и комиссии. За которую переживаете? Ну вот вам как хозяйке говорят, вот Таша, вот тебе на месяц 350 тысяч рублей. Живи, да. Или 150, или 50, да? Я выживу, честно. И вот самое главное для любого нормального хозяйственника, это правильно определить бюджет, деньги. Поэтому сейчас прошло утверждение, корректировка бюджета за 2021 год и бюджетирование, то есть утверждение бюджета на 2022-2023 годы. И мы видим, что сейчас уникальный бюджет принят, когда расходы в Магадатской области впервые превысили 50 миллиардов рублей. Для нашей... Давно такого, кстати, не было. Да ни разу не было. У нас бюджет был 25, 30, там 40. И вот буквально за последние годы он рванул резко. То есть наши расходы 50 миллиардов рублей. И они подтверждены доходами в размере 49 миллиардов. То есть резко выросло. Вот это не может не радовать. И временами такие подсказки. Когда растет экономика, когда есть наполнение бюджета, можно уже какие-то ставить задачи и инфраструктурного плана, и социального плана. Ну вот короткий пример сейчас. На Снегурке давно были, да? Вчера ребенка возила. Весной, когда... Да, да, да. Весной, когда вокруг автобусной остановки непролазная грязь, люди паркуются, мать-перемать. И, ну, она была маленькая, потом расширяли, цепали грунтом, а твердого покрытия нету. И вот начиная с марта по май, это, в общем-то, грустное зрелище, душераздирающее зрелище. Да, оно и сейчас душераздирающее, совершенно верно. Но так надо сделать твердое покрытие. Сейчас появились финансирования. Мы сейчас ведем, скажем так, конструктивную борьбу с Министерством дорожного строительства. С тем, чтобы сделать твердую парковку. То есть заасфальтировать, включить план. Проект есть. Город подготовил оперативную документацию. И сейчас вот мы с Министерством дорожного строительства, она по какой-то причине все говорит, что это не наша зона. Пытаемся убедить. Что-то их зона. Что-то все-таки зона ответственности их. Да, и тут у нас таки это город, а это область, а тут вот это не мои. А потом они же приедут к вам кататься. Естественно. Образуется крупный кластер, да, трамплины в реконструкции. Мы сделали очень большой. У нас подъемник будет производительностью 900 человек в час. Это очень много. Имеется сейчас 250, а будет 900. То есть мы в разы увеличиваем. Да, увеличивается группа социальная составляющая. Тут и зверушки, тут и этноуголок и так далее. Ну и раз мы... Вот с чего начинается туризм? То туризм начинается вот с теплых туалетов и с твердой парковки. Вот это первый шаг, который можно все остальное там... В Сваровске зависятся деревья, но если ты не можешь ни подъехать, ни сходить в туалет, то все. Человек приехал, сказал, да и злобы тут занимается. Да, поэтому вот... Не буду дальше с этим выразлять, но мы Снегурку начинали именно с теплых туалетов. И в свое время мне довелось еще контактировать с великим Артуром Доппермайером. Это хозяин был фирмы, которая половина мирового рынка канатных дорог. Вот планета Земля, половина мировых дорог канатных, это вот фирма Доппермайер. Он приезжал сюда и довелось с ним пообщаться. Вот у него замечательная фраза. Прежде чем делать бизнес, подумай, как он будет пользоваться женщинам. Согласна. Трудно с этим не согласиться. Это в абсолютном случае. Как она подойдет, как она сядет, как она рожденется, как она руки помоет, как она ребенка приведет, как она подруг, мужа, друзей и так далее. Поэтому все начинается с первичной культуры. А потом и кадры, и питание, и все остальное. То есть мы делаем все для того, чтобы женщины нормально пользовались. Цельных единых проектов в областной думе нет. Есть, говорю, во-первых, вопросы финансирования. И дальше вопросы, которые касаются регулирования жизненной территории, те, которые относятся к нашей компетенции. Например, на крайнем заседании Думы давно назрел вопрос, не было денег. Сейчас деньги появились. Мы с 8 до 22 тысяч увеличили пособие на детей в приемных семьях. Ну, хорошее дело. Давно назревшее. Причем каждому родителю. То есть уже понимаю, что это не покрывает всех затрат. Но уже, когда минималка 22 тысячи, на двоих уже две минималки на ребенка, тоже, конечно, 40 тысяч в месяц на ребенка. Но это не 8. А если он с дополнительными потребностями, как надо говорить, то еще на 20% дровит. То есть 26 тысяч на ребенка. То есть мы побуждаем, не то, что побуждаем, но, короче, создаем более комфортные условия для тех людей, которые берут на себя вот этот подвиг, по большому счету, берут на себя на воспитание ребенка. И, по крайней мере, хотя бы не ухудшаем их материальное положение. Потому что мы понимаем, что ребенок это затрата. Вот такие вот вопросы всплывают. И много там кучи формальных вопросов, ну, и касающихся деятельности работников бюджета в организации. Что можно зачитывать, что не зачитывать, где какие-то льготы предоставить или наоборот их убрать. Говорит, а рутина, ну, ее достаточно много, и в то же время без нее не обойтись. Потому что все деньги должны быть посчитаны. Как хозяйка понимает, что лишних денег не бывает, так всегда не хватает. Но, тем не менее, тратить их надо разумно, чему мы и способствуем. Есть конкуренции между депутатами? Может, городской думы, областной, там, как? Конкурируете? Острый вопрос. Или дружите и все, с полуслова друг друга. Понимаете, одна большая семья. Ну, семью я бы не назвал, там один мужикик. Есть у нас один депутат, такой, Виктория Голов. Кнопки не подкладываю. Атмосфера мне, честно говоря, понравилась, потому что люди все специалисты, все радеют за территорию. И такое обыденное, ну, через КВН и через юморные какие-то дела, вот идут там попилить бюджет, идут там вот что-то похапать. Абсолютно четко могу сказать, что мои коллеги-депутаты, это люди, которые... Ну, на примере нашего округа ничего мы с этого материального не имеем. Наоборот, вкладываем, вкладываем, вкладываем. Вот, опять же, на примере нашего округа, ну, я назвал цифру полмиллиарда рублей вложено в Снегурку. Не на нашей территории находится РПЗ Тандем, туда тоже вложено, более полумиллиарда рублей. Он убыточный на текущем уровне, он убыточный, потому что маленький рынок, куча всяких обстоятельств. Ну, короче, мы поддерживаем создание рабочих мест в национальном селе, которые должны на территории нашего округа. То есть, как бизнес-проект, это неправильно, скажем так, ни в какой Америке, ни в какой Европе такие проекты не живут 15-20 лет. А мы всё это делаем, потому что мы северяне, потому что я... Да, я хотела спросить, зачем вы вкладываетесь в проекты, вы же второй называете, которые действительно вы работаете в минус. Это же, ну, со стороны это неразумно. Для чего оно выложено? Это очень неразумно. Ну, а я вот уже ответил, говорю, потому что я живу здесь, и я хочу дальше жить здесь, и хочу, чтобы эта территория развивалась, чтобы вот эти вот 50 рабочих мест и вот эти 30 рабочих мест, они вот именно создавались, потому что одно рабочее место создаёт вокруг себя уже дополнительно, как будто в цепочке. Людям надо есть, пить, детей учить и так далее. То есть, чем больше людей мы здесь закрепляем, свои зарплаты, тем больше на территории. Это, может быть, высоко звучит, но это реальная социальная ответственность. И в какой-то перспективе, говорю, если выстрелит та же Снегурка с большим подъёмником, да, это, может быть, выйдет на какой-то плюс. Но совершенно не вот такой вот, а находим он на текущее, скажем так. Вот я в этом буду видеть свою, ну, выполненную какую-то в хорошем смысле словом миссию, если в плюс выйдет Снегурка через экономические показатели. И по тандему то же самое. Если при каких-то условиях мы сможем наладить снабжение центральной полосы страны, то есть вот логистика там риф-контейнера машинами или с пароходами, или с дирижаблями, если мы сумеем, значит, выйти на общероссийский рынок, сломав сложившуюся логистику, может быть, он тоже выйдет в какую-то плюсовую, если там будем новый вид продукции пускать. Я просто как иллюстрацию к тому, что депутаты, абсолютно все, я могу сказать за своих коллег, они ответственные люди, которые озабочены реально положением дела на территории, и у которых не бизнес прикрывается политикой, а реально политика, скажем так, нуждается в этом бизнесе. Уйдет Котов, уйдет Басанский, уйдет Донцов. Вот на кого? Да, ну и говорю, входящий, причем уважение, ну человек приезжает, а что я тут, я в Свердловске получаю столько, и здесь я буду, а чего я ради, да? А зачем я тут? Покрутился 2-3 месяца, уехал. Поэтому вот на таких депутатах, в общем-то, держится. А про вас, Петр Валентинович, я вот мы более часа с вами беседуем, поняла, что вы не планируете уезжать с этого региона, что здесь его устраивает, да, и вы действительно являетесь патриотом своей малой родины. Ну, как я бы ее назвал даже большой по сравнению со всеми другими территориями. Ну, если серьезно, у нас у всех, я думаю, и у вас тоже островная психология. То есть мы любим Россию, великую нашу, которая побеждала там в хоккейных баталиях, которая ядерный щит и все такое прочее, большое и красивое. Но живем мы здесь, я считаю реально, что самое лучшее место в России – это Магадан и Колыма. И может быть и хорошо, что она не сильно раскручена, но то, что люди живущие здесь должны жить намного лучше. Я в этом абсолютно уверен. И я, в самом деле, никуда, ни в каких дальних планах, ни в средних, ни в дальних не планирую сюда уезжать. Я хочу здесь реализовываться и здесь получать, так сказать, радость от жизни, благодаря тому, что здесь возможности для полноценной качественной жизни, я уверен, больше, чем в каких-либо других местах. Надо выезжать в Москву, надо там два раза в год. Я думаю, на неделю, на две выезжать, надо в театр, музей и так далее. А жить надо в Магадане, чего я всем желаю. Спасибо большое за интервью. Это была программа «Разговор по существу» и ее ведущая Наталья Мефтохудинова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова